Около 120 тысяч жителей Свердловской области получат единовременные выплаты к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На эти цели из бюджета будет выделено более 100 миллионов рублей. Соответствующее постановление приняло региональное правительство по поручению губернатора. Общее количество граждан, которые у нас выплатят, это 12 тысяч рублей за год по бюджете. И да, естественно, рассмотрено на год по согласованию. Деньги будут направлены в зависимости от пожелания адресата по почте, на банковскую карту или через указанную им организацию. По словам министра, в регионе проживают около 4 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной. Им будет единовременно выплачено по 3 тысячи рублей. Андрей Злоказов напомнил, что в минувшем году аналогичные выплаты составляли по 1000 рублей для ветеранов и по 500 рублей для остальных категорий. Категория, которая, безусловно, относится тоже к ветеранам Великой Отечественной войны, труженики тыла. И надо сказать, что у нас еще регион, в отличие от, ну скажем так, неизвестен больше ни один другой регион Российской Федерации, где бы выплату получали такая категория, как дети погибших участников Великой Отечественной войны. У нас эту выплату они тоже получают. Кроме того, поставлена задача в год 70-летия Победы полностью решить жилищный вопрос ветеранов. За прошедший год жилищные условия улучшили 111 из них. 16 человек получили жилплощадь по договору социального найма, еще 95 приобрели жилье за счет получения единовременной денежной выплаты. В 2015 году на улучшение жилищных условий участников войны предполагают направить более 200 миллионов рублей. Также инвалиды и участники войны получают единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей на ремонт принадлежащих им квартир. У нас действительно юбилей 70-летия Великой Победы. Оно будет пронизано в течение всего года и все памятные мероприятия пройдут. Ставлена очень серьезная программа правительства. Губернатор лично возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 70-летия Победы. И поэтому, естественно, очень массово пройдут мероприятия, связанные и с майскими праздниками, и с другими памятными датами различных сражений. Подобный, пусть на первый взгляд, небольшой подарок, будет по достоинству оценен артемовскими ветеранами и другими категориями жителей нашего города, которые также войдут в число адресатов единовременной выплаты. Несмотря на то, что городские власти, социальные службы и общественные организации Артемовского городского округа всегда с вниманием относились к своим ветеранам, в год юбилея Великой Победы, внимание к тем, кто защищал нашу страну на полях кровавых сражений и ковал победу в тылу, должно быть особенно пристальным. Ведь с каждым годом среди нас все меньше остается тех, кто сам пережил эту страшную войну и способен из первых уст рассказать о подвиге русского народа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.